Атипичным вопросом. Если кто-то, кто может мне подыграть на инструменте, может и хочет. В зал. Да, здорово. Давайте. Характер, а лирика, но не скука. Всё как всегда, да. Мне кажется, вы, ты, ты была в прошлый раз, я выступала, вот, и ты, наверное, слышала, вот, что я читаю. Собственно, я сегодня буду читать с телефона, я здесь абсолютно случайно, ибо я не намеревалась здесь быть, вот, но всё-таки я здесь. Ай, саду, пожалуй, я, нехорошо. Я, наверное, начинаю, или как? Или ты начинаешь, да? Ну, давай, я. Так, по-другому будет. Конечно, после Джамиля читать с лирику, это вообще жесть, ну ладно. И как бы я не злилась на тебя, я всё ещё по-прежнему, как было совсем недавно, сплю в твоей футболке и о тебе читаю иногда. И засыпаюсь с мыслями о том, и просыпаюсь с мыслями о том, что... Я обходить стараюсь стороной эту часть дороги, где я могу тебя случайно встретить. Потому что больно. ещё сильнее я, потому что страшно, и что важнее, потому что знаю, ты даже вскользь не думаешь о том, что было бы, и было бы возможно. И да, я злюсь, но только от того, что не могу вернуться в промежуток, где было всё. И темнота, и ветер, и белый снег, хрустящий под ногами, и ты, меня встречающий. И после горячей чая, и время, 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 которое нам более не в счёт. Есть тишина, заведенность движений, горчичный хлеб и кофе ранним утром. Есть свет и дом, в котором ты, в котором живёт душа, не зная о законе, ни притяжения. Есть ты и снежность, и отпечатки на твоём окне. На этом всё. Ни шароха, ни звука, ни встреч случайных, ни прикосновений. Идёт зима на цыпочках. Печально. Допоминаю нас с тобой. За нас. Это потрясающе! Да, спасибо, Лена. Ты чудесно всё комментируешь и поддерживаешь атмосферу мероприятия. Это круто. Девочки, да, скажи какие-то мнения. Для неё всё было бы не так эпично. Следующая. Прочувствовав свой статус ДНС, легко лежать на пристани, ни звука не издавая, не ища ни друга, ни прочего, что мог оставить здесь. Не говорить, не подбирать слова для речи так бессмысленно объёмной, Лежать на старте, тихо и укромно, как будто ты лишь тело, Голова, к которому лежит особняком и думает, теряя мысль из вида о том, Как снег летит неторопливо, и каждый выдох утопает в нём. О том, как бесконечно город пуст за снежной массой, Пылью под небесье. Дышишь в снегу, не размыкая пуст, Дышишь в снегу и думаешь. Воскреснув. Он говорит, найди для себя другого. Видишь же, нам с тобой не идти вдвоём. Он говорит, у моря есть дно, И море в сердце земли касается этим дном. Он говорит, здесь нет ни глупцов, ни правых, Каждый живёт по мере своей вины. Реки текут каплями к океанам, Каждый из нас олчит своей вины. Он говорит, время не бог, но лекарь память не даст. Но средство от бытия, он говорит, Дважды в одну реку можно войти, Но выйти уже нельзя. Он говорит, будет не так, Как волны бьются о скалы, Камен с тобой дробя. Он говорит, найди для себя другого. Умеющего любить, А не так, как я. И последнее, видимо. Я читаю с телефона по той причине, Что это всё новое. В принципе, я это не читаю, не озвучиваю. Может быть, что-то из этого есть в сети, И то не всё соответственно. Я это не учу, не успела ещё. Если можно скучать, то видим мы как-то так. Говорить с тобой, молча ли, Голосом в тишине, На ладони ловить крупный весенний снег, И молчать о тебе, о себе, И вообще молчать. Но повторять твоё имя, Будто давать взаймы наше время, Вселенной, которой не всё равно. Я не знаю тебя, Не знаю тебя давно. Я держу тебя за руку И выдыхаю дым. И неясное небо устроит, И время ждёт, И шаги бесконечные, И снега на треть земли, Что мы знаем о жизни, Кроме своей любви. Если можно во что-то верить, То это вот. Спасибо. Спасибо.